Необычный артефакт под Керчью поисковики обнаружили в каменоломне Ташкалак плиту с названием артиллерийской батареи 29БИС. Эти две точки разделяют 40 километров. Каким образом и кто оставил в штольне напоминание о береговом подразделении Черноморского флота, узнавала Екатерина Рябова. На первый взгляд в скальной гряде в 20 километрах от Керчи ничего необычного. Только вблизи можно увидеть многочисленные спуски под землю, местами заваленные тяжелыми глыбами. До войны в каменоломнях добывали ракушечника. С 1942 года здесь располагался немецкий склад. Держали тут и военно-пленных на стенах многочисленные надписи, короткие, наполненные болью и страданием истории. Вот Виктор Гайдаев, уроженец станицы Абширонской, пишет. Попал в каменоломни в 19 лет, в 1944 году. Били больно. Так описывает свое пребывание в плену красноармеец. Входы в каменоломню Ташкалак взорвали при отступлении немецких подразделений. Сегодня эти штольни наименее изучены на Керченском полуострове. До сих пор здесь находят остатки снаряжения, предметы быта, одежду, оружие. Но камень с указанием батареи 29 бис удивил исследователей. Сначала особенно, ну, внимание не обратили на это, но при более близком рассмотрении обнаружили надпись, удивлены были находкой. Береговая батарея 29 бис в селе Челядинова находится в 40 километрах от штольни. Мощное артиллерийское сооружение уничтожили в первые дни войны. Это сделали для того, чтобы враг не занял выгодную точку на побережье. Состав успешно эвакуировали. Специалисты задались вопросом, как надпись с указанием этого подразделения обнаружили в каменоломне Ташкалак. Предположительно, по 41 году, при наступлении, все-таки кто-то из членов экипажа был направлен на Крымский полуостров и участвовал в боях. Каменную плиту передадут общественной организации. Для дальнейшего изучения выяснить судьбу экипажа артиллерийского подразделения помогут и архивные данные. Сам же артефакт представят в музее. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Ленинский район.